всем приветики 10 декабря вчера видео закончила на грустной ноте кто не знает у лисички умерла мама есть сейчас очень тяжело плюс и все вот эти вот серка организационные я только встала не недавно поэтому такой голос сон и все эти вопросы то все надо узнать как все правильно делать ну откуда человек может знать если он с этим никогда не сталкивался мало того что невероятно морально сейчас тяжело но все равно надо подниматься надо куда-то идти надо что-то делать надо что-то выяснять я представляю как сейчас она себя чувствует я могу только ей посочувствовать вот поддержать морально но сами понимаете в такой ситуации когда человек далеко она в королеве подмосковном я в мурманске помочь я ничем не могу была бы она здесь мурманске я бы с ней поездила и что-то смогла помочь но когда человек далеко сами понимаете помочь ничем невозможно так что хотела я сказать что хотела показать вчера я получила на алиэкспрессе посылочки получила такие вот красивые штучки вот здорово деревянные украшения вот новогодние заказывала на подарок но кажется их оставлю себе посмотрите какая прелесть но может что-то подарю что-то оставлю вот что еще где еще а вот еще елочка 4 вроде было я вчера повесила их такие классные все молодцы китайцы красиво сделали затем опять заказывала брошечки меня продались вот такие вот брошечки затем вот такие вот кулончики не они и кулончики брелочки сейчас достану плохо видно вот такие тигры символы следующего года вот такие вот но мне кажется прикольная вот такие тигрята и вчера на работе просто от нечего делать в конце рабочего дня оставалось там немного времени взяла связала себе вот такую салфетку не просто смотрела схемы не знала что мне связать уже этих тигрят надоело вязать честно говоря вот сколько связано столько связано продадутся значит продадутся не значит подарю или оставлю какого-нибудь себе тигренка короче вот так вот надо что-то другое уже вязать зайчат не знаю там поросят светят ну сучу конечно кстати кстати у меня где-то была схема морской свинки вот если ее найду можно связать морскую свинку попробовать маленьких поросеночков таких вот я вязала морские большую морскую свинку я еще не вязала надо бы попробовать еще для тех кто не видел вчера получила мешок сена морских свиночек вот такой огромный мешок посмотрите какой хорошая сена так свинки ели раскидали немножко носил как обычно если бы им тело не понравилось они вообще к нему не прикоснулись вчера здесь лежало много естественно свинки выбирают какой-то сена какой-то не оставляют немножко но в основном съедают все вот сена хорошая мешок вот такой вот мешок тут 7 килограмм 2 тысячи за сено и 800 рублей пересылка ну практически 3000 но 2 800 если бы точно и хорошая вот такое пошуршу немножко пахлое духлое вот мы теперь шеном мы теперь на голодные и свинкам вчера дала и сушкам эти тоже все сбросили с полки кладу им туда на все по сбрасывали все по сбрасывали бандитка 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 так что так вам себя первым подошла до или чего-нибудь сушум для выбираем вот так вот паке взяли пошушенной ладно жуйте все покормила ушла от свинок зашла в комнату забрать камеру и гляньте какая картина картина маслом свиньи под сеном называется да так удобнее есть яхо триха вот такие шмешнюкалки кстати мурманске после вчерашних минус 25 градусов прислушайтесь какая разница сегодня минус 6 градусов представляете какой перепад температуры как наверное некоторым людям которые зависимы от климата тяжело от таких вот перепадов вчера я ехала на работу и по радио слышала я уже к другой теме перехожу вчера ехала на работу и по радио слышала такое что у нас не мурманске вообще в россии дефицит будет автомобилей я честно говоря не поверила думала может быть какой-то фейк ну по идее радио не должны распространять фейковую информацию и значит почитала да на самом деле так и очень для меня это удивительно я никогда не думала что два слова автомобили и дефицит будут стоять рядом успеваем успеваем вот и чего значит с чем это связано написано что что-то там по электронике недостаток от всяких этих электрических запчастей можно так и всех так можно назвать всяких там чипов но а без электроники естественно они не могут их выпускать то и ждут этих чипов ждут эту плохо кстати так видно вот ждут чипов кстати мне кстати у меня пришли дворники пишет дворники они у меня на работе вчера было холодно я попросила водителя эдика поменять как будет тепло например сегодня может сегодня мне поменять во-первых холодно вчера мороз какой был и во-вторых когда он вернулся с доставок уже на улице было вообще темно хоть глаз выкали но и дворника мне не поменял мороз и не надо было бы и лезть так что вот с одного начала к другому вернулась опять на другую перекинулась но это же лена вот и да на самом деле во-первых дефицит автомобилей новых автомобилей про старые речь не идет во-вторых подорожание тоже автомобили в том числе и завода лада вот подорожание автомобилей будет и подорожание как и новых не будет она уже есть еще наверное будет подорожание как и новых так и бушных машин так что такая вот фигня с машинами мне наверное еще и повезло может быть если бы там чуть попозже месяц хрипим чуть попозже месяц 2 то цена могла бы еще и вырасти надо будет посмотреть вот через какое-то время в какую цену мои машины ну как у меня и в какую цену мои ланос и может быть мой ланос еще подскочит цене это было бы вообще весело кстати я захожу на авито ну там допустим раз в недельку и смотрю не выставлял ли тот который у меня купил закупил у меня время на этого ланоса не выставлял ли он его на продажу нет пока ланоса моего нет значит катается значит свою машину еще не отремонтировал короче эти коды продлились только 3 декабря не срок действия сертификата переболейшего продлят до года вот этот буквально вот сейчас недавно совсем это правее только из-за того что то люди возмущаться что ну типа уйди у них есть антитела и они будут действовать год с момента выздоровления когда киар-коды обновят на госуслугах ну типа затрудняемся но смотри как быстро сделано сколько там за неделю ну да ты сегодня зашла уже у тебя это да кто-то пишет светофории также продлевает срок на продуктах вполне возможно заразиться специально что ли на год в покое хоть оставить со своими прививками напомнишь как это одна заразила 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 я уже отработала сейчас зайду в магазин и хочу сказать я рада просто невероятно рада но вы слышали на работе читала про киар-коды короче сегодня чисто случайно я зашла на госуслуги смотрю у меня киар-код продлен по седьмой месяц я захожу к коле на госуслуги у коле киар-код продлен по седьмой месяц то есть я уже думала что мало ли чего в январе нам придется вакцинироваться могут заставить на работе колю так точно могли заставить меня нет все равно мне бы пришлось вакцинироваться если бы поехали в отпуск гостиницы и так далее все равно пришлось бы как говорится колодца но но я слышала что эти коды будут продлевать до года но как бы мне не верилось в такое но оказывается это так короче говоря мы с коли еще на 7 месяцев ходим бродим спокойно везде нас будут пускать и прививки нам пока делать не нужно будет тык я дома поставила варить себе бульончик с куриных потрошков воронежских у коли там есть что поесть на первое а коли на завтра на работу приготовлю мясо пожарю просто с лучком и чесночком на сковородке он дома я дома мы вместе работали сегодня с утра встретились после работы дома на кухне поужинали поболтали он пошел смотреть телевизор алена будет готовить и надо помыть головешку мясо у меня готова суп варится слышите что творится кто-то сверлит и я жду когда же это все дело прекратится ну чего супчик мой готов картофельный супчик с мелкими макарошками с укропом с петрушкой зеленым лучком на 40 минут под крышку ставим во это сначала он подошел и выключила камеру пришел уже поздно а карася коль сказал поджариваем карася дальше вы слышали сверху лук сверху сметана 40 минут 40 минут до этого карася нужно держать сутки в молоте в холодильнике вот так вот рецепт николая петровича теперь я буду знать в сметане 40 минут я тут своими супчиками хвастаюсь у него свои ноу-хау запомнила в молоте давай рыбу ты будешь готовить я лучше с мясом буду разбираться я спрашиваю кого ты любишь рыжая она сказала рыбу и тебя нет остальное люблю хлеб сухой тебя люблю тебя кино и немцы с этим коли ну что же у меня вечерний обход вечерний обход плевит халска плевит сосечка вот хрундели и вам здравствуйте трыха ты чё объелся до объелся лежишь а я к вам с салатом с вечерним пожевать нормально да пойдет все пойдет нормально все хорошо ладно все усинок уберу сяду помонтирую вот ну и потом отдыхать вечер есть вечер и мы как вкусно как мы аппетитно едим да вот так лапой так лапой моё моё ничего больше никому не дам ладненько буду с вами на сегодня прощаться всем пока всех люблю и конечно же до новых видео